МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем выпуск. Отопительный сезон во всех районах Красноярска начнется вовремя. Горячая вода в батареях жителей появится, как только среднесуточная температура будет не выше 8 градусов. Глава города Эдхам Акбулатов убедился в этом лично. Сегодня, несмотря на выходной день, градоначальник посетил несколько котельных, в том числе и те, где ситуация с готовностью еще недавно была не лучшей. Тему продолжит Юлия Камлякова. Сегодня глава города Эдхам Акбулатов проверил подготовку к отопительному сезону красноярских котельных. В том числе мэр встретился с руководством РТК, которое обслуживает микрорайон Солнечный. Напомним, несколько недель назад жители Солнечного опасались, что тепла в их домах может не появиться. Из-за долгов Краскома у единственной котельной микрорайона не было денег на уголь и зарплату сотрудникам. Конфликт двух организаций, которые так и не смогли договориться, взяла под свой контроль администрация города. Вопросы финансовых взаимоотношений, экономических взаимоотношений между отдельными организациями должны решаться в установленном порядке, но они не должны влиять на потребности горожан. Тепло будет поставлено, подано в установленные сроки. Сегодня на котельной РТК закуплено необходимое количество угля. Руководство уверяет, что тепло получат все жители Солнечного своевременно, несмотря на то, что конфликт полностью до сих пор не разрешен. Немножко выбило нас из графика, из колеи ситуация с неплатежами Краскома, то есть, скажем, поэтому по подготовке есть некоторое отставание. Но в любом случае отопительный сезон мы начнем, то есть, скажем, и в процессе уже работы будем наверстывать отставание, которое сейчас есть. Следующая точка – котельная Крамзэнерго, которая обслуживает более 200 многоквартирных жилых домов в Советском районе. Здесь все готово к началу отопительного сезона. Котельная Крамзэнерго на сегодняшний день произвела все необходимые ремонты, подготовилась к началу отопительного сезона 2013-2014 годов. Ждем распоряжения, как температура наружного воздуха понизится. Соответственно, все потребители, которые получают тепло и горячую воду от котельной Крамзэнерго, будут ее получать в полном объеме. Работать по субботам для главы Красноярска норма. К этому он призвал и своих подчиненных. Так появился проект «Рабочие субботы». С 18 мая красноярцы могут обращаться со своими вопросами в администрации районов не только в рабочие дни, но и в субботу. В преддверии отопительного сезона ожидается наплыв граждан с обращениями. По пути глава города заехал в администрацию советского района и проверил, готовы ли там к визитам горожан. Готовность районных чиновников глава оценил на отлично. Расширенное совещание о подготовке к зиме и отопительному сезону в Красноярске пройдет 10 сентября. Все теплоэнергоснабжающие организации города отчитаются о проведенных ремонтных и плановых работах. Юлия Камлякова, Эдуард Баглай, Сергей Леонов. Новости.